Ребята мои хорошие, всем привет! Всем огромный привет! Сегодня у нас с вами будет очередной обзор на видео Жубревы о лайф-влог на этот канал. Начнем мы с того, что прошло благополучное день рождения у младшей дочери Ирины и Саши у Мирославы, которой исполнилось 4 года. Все ее поздравили, значит, всем были семейством, за исключением не было только папы. Ну, я так понимаю, что он был, просто в кадре его не было. Ирина сама сказала на вопросы зрителя о том, что да, был, приходил, поздравлял, как бы и все, на этом все, да. Но что могу сказать больше? Сегодня Ирина вышла в прямой эфир, вышла со стримом, в котором сказала о том, что все закончено, грядет развод, на самом деле жить вместе они больше не будут, развод – это просто дело времени. Что сейчас у нее нет никакой возможности, да, нет просто времени заниматься разводом. Развод – это время, вот. Но при всем при этом она обещала, что, значит, да, они действительно разведутся. И все это вопрос времени. Ири задавали в прямом эфире много вопросов относительно Саши, пьет он или не пьет. Вот она сказала, я понятия не имею, сказала, что вот Семен говорит, что не пьет, потому что Семен, значит, общается с отцом каждый день. Спрашивали, чья это инициатива была развестись. Она сказала, что инициатива развода принадлежит непосредственно ей самой. Вот, и это ее инициатива, и все это дело времени, да. Сказала также о том, что она уже нисколько, никоим образом не переживает по этому поводу, и переживать больше не собирается. Как говорится, все у нее, по большому счету, отлегло, да. Ну, что могу сказать, знаете, вот по этому поводу? Она сказала, что да, действительно, мы хотим разойтись, по крайней мере, она со своей стороны хочет расстаться без руганий, без скандалов, без сплетен, в общем. Ну, как бы да, желание хорошее, на самом деле, я думаю, так не получится, потому что все равно останутся взаимные претензии. Сказала также о том, что собирается выйти на работу, потому что у нее очень много свободного времени, но единственное, не хочет идти на продукты питания, ни в какие магниты, ни в какие пятерки. Она сказала даже о том, что готова пойти работать в такси, несмотря на то, что это действительно такая, ну, сложная работа, да. Вот, что могу сказать? Сказала также о том, что да, планирует к ней переехать мама, жить у нее здесь, в принципе, жить и работать. То есть мама тоже готова, я так понимаю, ну, переехать к ним, да, и жить вместе с ними. Что могу сказать по этому поводу? Что вот интересно было, потому что почитала комментарии, начали тут же писать, вот, мы вам говорили, что они разойдутся, они разведутся. Слушайте, ребят, на самом деле, знаете, говорить о разводе, развестись, это две большие разницы. Некоторые люди разводятся годами, да. Есть еще вероятность того, что они действительно сойдутся. Вы знаете, я сразу же вспоминаю Оксану Булат, которая два месяца тому назад устраивала такие же показательные выступления, да. Причем, в отличие от Иры, она плакала, и у нее несколько видео подряд, действительно, были очень грустные глаза, и она действительно плакала. Где она говорила, что вот так и так, мол, мы расходимся, мы разводимся. По итогу не прошло и двух месяцев, как Оксана Булат благополучно сошлась со своим романом, и они продолжают жить вместе, все хорошо. Он помогает, она, видимо, поняла, что, знаете, из двух зол выбирает меньшее, что, ну, неизвестно, будет ли следующий мужчина лучше. И поняла, что действительно с романом у нее есть хотя бы какая-то помощь и поддержка, да. Вот, что, значит, интересного в этой во всей ситуации. Многих зрительниц также интересовало, была ли измена со стороны Саши, она говорит, никаких измен не было, вообще ничего такого не было, да. Также спрашивали о том, что вот, неужели такое решение вам пришло еще на море. Ну, она сказала, что нет, на море у нее не было таких решений, таких, как бы, моментов, вот, оно пришло вот само по себе, пришло здесь. Что могу сказать вообще по поводу всей этой ситуации? На самом деле, знаете, действительно, конечно, ей принимать решение, ей решать, как ей будет лучше, как ей будет проще. Не могу поверить в одно, что вот действительно в одну секунду она приняла такое решение расстаться с человеком, с которым она жила вместе 7 лет, с которой у них есть, имеется двое детей, да, которых они родили вместе, и еще плюсом Ирины дети, то есть тоже достаточно большая ответственность. То есть, насколько я понимаю, что действительно накипело, и накипело уже достаточно за долгое время, просто приходилось на камеру изображать действительно, знаете, счастливую, прекрасную, счастливую семью. Но вот, видите, не получилось, не оправдал, получается, он надежд, да. Ну, что могу сказать, знаете, очень многие, особенно защитницы Иры, многие другие начинают там говорить, да, вот Саша плохой, Ира хорошая. Вот это вот читаю постоянно, если честно, мне становится от этого немножко смешно по одной простой причине. Потому что, знаете, я считаю, что в этом плане, в этой паре здесь люди действительно друг друга стоят, и они просто два сапога пара. Это мое мнение. Это мое мнение, которое я озвучиваю, я не буду говорить, Ира хорошая, Саша плохой, я не в детском саду. Мое мнение, оно такое, и оно имеет место быть, да. У каждого свое мнение, высказывайте свои мнения, я не против ваших мнений, да. Но когда идут уже просто чисто оскорбления, не обмен мнениями в комментариях у меня на канале, где я предоставляю площадку для того, чтобы обсудить семью Жигулевых, да, и сложившуюся ситуацию. А где уже идут просто чисто оскорбления в Му Адрес, естественно, этого терпеть я не собираюсь. Я никого не оскорбляю, но и не потерплю оскорбления в свой адрес. Я думаю, дошло для тех людей, да. Очень много читала комментариев, вот, а вот если бы у вас, а вот вы злорадствуете. Боже, люди, не судите сами по себе. Я никогда никому не желала зла, у меня нет врагов, и я не злорадствую, понимаете, не нужно судить по себе. Но, с другой стороны, знаете, давайте рассмотрим немножко по-другому всю эту ситуацию. Послушайте, что такого случилось? Она что, первая женщина, которая разводится? До нее никто не разводился, и после нее никто разводиться не будет? Да, по большому счету, если он и состоится, этот развод, то в ее жизни он будет уже третий. И не факт, что он будет последний, ребят. Это просто не факт, понимаете? То, о чем я говорю, что Ира прекрасно знала, и до того, как она сошлась, кто такой Саша Жубрев, да, она прекрасно это знала. Еще раз повторю, для тех, кто в танке, для тех, кто хочет слышать только то, что он хочет слышать, что городок с численностью населения 10-11 тысяч людей – это маленький городок. Здесь все друг про друга все знают. Поэтому она сама сказала, да, у нас маленький, мы все друг про друга все знаем, естественно. Поэтому она прекрасно знала, что из себя представляет Саша Жубрев. Значит, ее тянет к таким мужчинам, которые, знаете, вот такие вот неугомонные, шебутливые, да, которые любят много говорить и мало в итоге делают. Ну, не просто так она разводилась. Три раза она разводилась, да, вот третий раз вот будет с Сашей Жубревым, да. Но это же не просто так. То есть нет, чтобы, в принципе, знаете, конечно, ей можно было бы пожелать, естественно, по крайней мере, думать уже наперед и думать о том, что нужно все-таки, наверное, может быть, выбирать немножко каких-то других мужчин. Может быть, стоит выбирать тех, кто будет хорошими, знаете, не хорошими такими показушниками, да. Ой, да я все могу, да я туда, да я сюда. А действительно нормальных, которые нормальные отцы, нормальные мужья, которые хорошие, знаете, в семьях, замечательные люди. Может быть, стоит думать не только о себе, а все-таки у нее огромная ответственность уже в виде четверых детей. Слушайте, ее подружки-приятельницы, про которых она говорит, ой, у меня их так много, значит, появилось на ютубе, да, они начали задавать такие вопросы, причем их было огромное количество. Ира, а не собираетесь ли вы, мол, у вас появился новый поклонник, а не собираетесь ли вы заводить новые отношения? Она говорит, нет, ну как, ну я сейчас же, мол, как бы вот еще не развелась, слушайте. Ну, в принципе, да, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, да. Какие новые отношения? Ребята, о чем вы говорите? Тут человек говорит о том, что, значит, 7 лет она жила с этим человеком и было так, как можно прожить с человеком, и тебе не тяжело, и тебе не тяжело с ним расставаться, все равно тяжело. В любом случае, даже если он такой нехороший, даже если он запойный, даже если он алкаш, даже если он тебе изменил, все равно тяжело. Да, конечно, тяжело, но зачем бросаться в другие отношения, да? Зачем, как говорится, вот, зачем менять шило на мыло? Вот она поменяла, вот у нее уже третий брак был, который тоже пошел, как говорится, и трещит по швам, да? И ничего хорошего в этом браке абсолютно нет. Ничего хорошего, как она говорит. Ну, наверное, стоит вообще посидеть, подумать, как говорится, на берегу и подумать о том, что действительно, может быть, сейчас взять паузу, задуматься о своей жизни, найти себе какое-то еще занятие помимо Ютуба, да? Пусть будет Ютуб хорошо, он там идет, все нормально, каналы развиваются, да? Ну, заняться работой, заняться своими детьми, зачем сразу же, почему такая позиция у женщин, все, разошлась, надо тут же бежать, бегом, знаете, искать другие штаны. Вот таких женщин, если честно, очень много, и я таких не понимаю. Потом они удивляются. Но почему-то они все время встают на одни и те же грабли. Когда у нее спросили, а вы считаете себя виноватой, она говорит, ну да, как бы и он виноват, и я тоже виновата, и я тоже себя виню, что вот у меня такой характер, мол, что не смогла сойтись там ни с одним, ни с другим, ни с третьим. Так может быть, даже не ее характер, по сути-то, и виноват. Может быть, виновата то, что она тут же бегом бежала, знаете, как говорится, менять одного мужика на другого. Ей это было нужно, да, вот, чтобы лишь бы не остаться одной. Может быть, немножко как-то поменять свою вот позицию в жизни, да? Может быть, подумать о том, что иногда, знаете, лучше быть одной, как говорится, чем с кем попало быть, да? И лучше действительно побыть одной и разобраться в себе, чего ты уже хочешь, сделать какую-то определенную, так скажем, работу над ошибками, да? Это вот по поводу того, что действительно, конечно, ей как женщине хочется пожелать счастья, любви, удачи. Ей хочется пожелать, чтобы она действительно задумалась о том, что ей нужно, и не бросалась бы опять в очередные какие-то непонятные отношения с отдельными, да, непонятными, как говорится, личностями. А думала уже больше о детях, о своих, в первую очередь, потому что она в первую очередь мать. И знаете, когда начинают говорить блогеры, начинают говорить ее защитники о том, что так и так, Ира, вот, она прекрасная хозяйка, она прекрасная мать, у нее всегда все наготовлено, у нее всегда, значит, все сделано, дом у нее чистота. Да, да, я с вами полностью согласна. У нее дома чисто, у нее прекрасные ухоженные дети, хорошо развиты, потому что, глядя на многие многодетные семьи, просто волосы дыбом встают, да, если честно. Вы меня простите, конечно. Это ее дети, ребят, это ее дети. Это ее, это не ее заслуга, это ее обязанность. Ее обязанность быть хорошей матерью. Она домохозяйка, она не работает. Ее обязанность следить за своими детьми, заниматься их образованием, воспитанием и прекрасно их кормить и содержать дом в чистоте и в уюте. Это ее обязанность, еще раз говорю. Это не ее заслуга. Вот если бы она ухаживала за какими-то, знаете, малоимущими детьми, да, или за детьми, которые там находятся в детском доме, да, тогда можно было бы сказать, какой она прекрасный человек, и вот так и так она вот для посторонних, для чужих детей делает что-то хорошее. Но здесь вы меня простите, конечно. Она делает это исключительно для своих детей. Поэтому давайте не будем петь дифирамбы там, где действительно их просто не может быть. Это наша обязанность. Знаете, так же вот как мы говорим, что мужчина обязан содержать семью, да. Вот я тоже так, допустим, считаю. Конечно, те, которые сошлись с ужасными мужчинами, выбрали себе непонятно какие штаны, а бы лишь бы был, да, как говорится, то действительно, в принципе, нечему удивляться. Ну и женщина должна быть хозяйкой и должна, как говорится, содержать дом в чистоте, должна навести дома, должен у нее быть дома уют, чистота, красота, и все должны быть накормлены и напоены, да. Вот. И еще, знаете, что хотелось бы отметить на самом деле на будущее, да, вот хочу сказать, что не факт, что действительно они разойдутся. Они сейчас могут поговорить уже, сколько было таких ситуаций. И мама отличненько расходилась на ютубе, там и костерила своего мужа, и говорила, он не изменил. Потом все поняли, что это был просто очередной сценарий, да, очередная Санта-Барбара. Вот. И Оксана Булат разводилась, да, расходилась. Не прошло, как я говорю, и два месяца, как она уже благополучно целовалась в десна, да, со своим этим романом, прекрасным мужем, да. Да, вот. Но и здесь тоже неизвестно, какая будет ситуация. Какой она будет, никто не знает. Как говорится, покажет время. Но единственное, о чем бы, знаете, хотелось бы сказать, что вот когда у нее спрашивают, Ира, вот есть ли поклонники, она так сидит, знаете, смущается, улыбается. Вы знаете, я вот, глядя на Иру, почему-то не удивлюсь, если в ближайшее время появится какой-то еще очередной мужчина. Хотя кто-то, конечно, и скажет, да кому она нужна, да с четырьмя детьми. Ой, поверьте мне. На Иру, у которой есть прекрасные деньги с Ютуба, да, которую поддерживают зрители, допустим, теми же там какими-то донатами, еще чем-то, да, пусть, как она говорит, я к этому не имею никакого отношения. Ну, теперь можно все как бы и на Сашу сваливать, но это уже их личное дело, вот. Ну, что могу сказать, что, знаете, на нее найдется огромное количество желающих. Но единственное, да, потому что у нее есть деньги, есть деньги прекрасно жить, суммы они получают, вернее, зарплаты у них идут замечательно от Ютуба, деньги у них есть. И я думаю, что огромное количество найдется там желающих, знаете, кто захочет вот так же хорошо жить, как жил Саша Жубрев, который ходил пальцы вверх, да, да я вот такой, да я вот сякой, при этом жил на деньги Ютуба, на деньги семьи. По сути, знаете, если бы они показывали просто чисто двоих себя, Саша и Ира, они бы были бы никому не интересны. Семейный канал смотрят, естественно, из-за детей, потому что сами по себе, в принципе, они, ну, неинтересные личности, чтобы, знаете, их было интересно смотреть. На что был способен Саша? Показывать себя в парике и как он красил губу помадой? Ну, по мне, это вообще позорище, самое настоящее. И вот я и говорю, что самое главное, знаете, по крайней мере, действительно, теперь не допустить того, чтобы ей, самое главное, чтобы в ее жизни появился еще один такой очередной Альфонс, который также к ней хорошо присосется, тоже не будет работать, будет сидеть, будет гнуть пальцы вверх и строить ее детей, особенно детей ее от первого брака, да, от второго брака, Сему и Соню, да, то есть. И при этом, знаете, что было интересно, она сказала, что, да, Семен общается с папой каждый день, а больше никто не общается. Вот мне тут стало очень удивительно по одной простой причине. А как же Саша? Саша была всегда Жубрева, которая была любимицей папы Жубрева, да? Почему она не общается с папой? То есть, я не знаю, какая-то странная ситуация, если честно, я в нее не очень верю, потому что, знаете, одно дело, что говорит человек, но другое дело, кто это говорит, да? Вот, по крайней мере, для меня это так. Так что, что можно ей пожелать? Во-первых, поживем-увидим, да, что там будет, на самом деле нет гарантии, что там действительно будет этот развод и что они разойдутся. Вот, может быть, сойдутся. Все может быть. Ну, пожелать действительно того, чтобы брала себя, как говорится, думала головой и никоим образом не бросалась бы в новые отношения, естественно, не выходила бы замуж. Как она сказала, я замуж больше выходить не буду. Но для того, чтобы, знаете, жить с мужчиной, вовсе не обязательно выходить замуж, да, чтобы, естественно, не рожала детей тут же прямо бегом. Не обязательно от каждого рожать детей. Не обязательно это делать. Если ты родила уже, у тебя уже четверо детей, ну, по-моему, в принципе, достаточно, потому что, знаете, потом еще каждому нужно дать не только воспитание, но и образование. И хотя бы какую-то помощь, да, в жизни. Ребят, мои хорошие, у меня на сегодня все. Оставляйте свои комментарии, делитесь ими, да. Я говорю, я еще раз говорю о том, что я предоставляю здесь вам площадку для того, чтобы вы оставляли свои комментарии. Но, естественно, без оскорблений. Таких ярых защитников, которые, знаете, пишут мне просто полные гадости, оскорбляют, всякими словами, естественно, я буду просто блокировать. Потому что я открыла свой канал не для того, чтобы терпеть оскорбления непонятных личностей. Если Жубрева закрыла у себя комментарии, да, как и многие другие блогеры, чтобы им не писали, как говорится, правду матку, да, им это не нравится, то в таком случае я не обязана выслушивать оскорбления. Пишите по существу, обсуждайте ситуацию, говорите, да, допустим, там, нет, не так, мы не согласны, она такая, насекая, туда-сюда. По ситуации, но, естественно, не оскорбления. У меня на сегодня все. Всех целую, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, всем прекрасного вечера. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok